ЛИТЕРАТУРА ЛИТЕРАТУРА Здравствуйте! В эфире телеканала «Просвещение» программа «Школа». Еще в XIX веке Николай Алексеевич Некрасов писал «Литература служит представительницей умственной жизни народа». Однако сегодня все чаще и чаще слышатся высказывания, что литература в школе — лишний предмет. Перегруженные знаниями дети не успевают читать, осознавать и просто понимать произведения русских классиков. И все-таки, насколько важна литература и есть ли будущее у этого предмета в школе? Узнаем и в сегодняшней программе. У нас в студии Ольга Станиславовна Маевская, учитель русского языка и литературы, образовательного центра ОАО «Газпром», член Союза журналистов Москвы. И Сергей Федорович Дмитренко, шеф-редактор журнала «Литература» издательского дома «Первое сентября». Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию. Мы в ходе программы обязательно поговорим и про урок литературы, и про учебник, и про произведения школьной программы. Но начать хотелось все-таки с главного. Что дает ребенку изучение предмета литературы? Литература дает ребенку, можно сказать, все. Она дает ему возможность узнать самого себя. Ребенок, когда ему начинают читать книги, он начинает понимать ту речь, тот язык, на котором он говорит. Когда с ним начинают заниматься письмом, он начинает понимать новые формы выражения самого себя. И так идет, начиная от первых уроков, которые должны быть, на мой взгляд, в семье, к урокам, которые проходят перед выпускными экзаменами, перед выпускным балом. Вот для чего нужна литература. Для того, чтобы стать человеком, осознающим самого себя. Ольга Станиславовна. Я бы хотела сказать словами классика, мне кажется, лучше Пушкина не скажет никто, чувство доброе пробуждать. Вот это первая задача литературы. А вторая задача, опять хочется привести слова Салтыкова-Щедрина, о том, что жизнь без идеалов – это совокупность развращающих душу мелочей. Вот в моем представлении, именно понимание того, что в жизни эти идеалы есть, и надо к ним стремиться, это тоже ребенок получает на уроках литературы. Вот вы практикующий учитель литературы, правильно я понимаю? А в чем, на ваш взгляд, заключается задача учителя литературы? Вот задача-то учителя литературы заключается в том, чтобы донести ребенку на уроках, что это очень важно – иметь эти жизненные идеалы. И, конечно, сделать его жизнь духовно наполненной, потому что, ну, а как еще иначе он наполнит жизнь духа, как не литературой? Вот в моем представлении это главное. Сергей Федорович, а что является основной причиной, по вашему мнению, почему современные дети перестали читать? Вот, может быть, вот это? Я не зря с тобой принесла вот эту книжку, потому что мне кажется, что это повлияло на наших школьников. Ну, проблема чтения детьми книг, она стояла всегда. На мой взгляд, конечно, очень сильно давит картинка. То есть электронные масс-медиа, телевидение, компьютер. Но ведь и в компьютере они много читают чего. И надо заметить, что несмотря на то, что компьютер – пассивное пространство для восприятия, тем не менее мы заметили, что многие хотят именно в социальных сетях выразить себя. То есть, опять-таки, мы можем в таком несколько искаженном, извращенном виде, но мы видим стремление человека открыть самого себя с помощью словесного творчества. Я не думаю, что дети стали читать меньше, больше. Они читают ровно столько, сколько им нужно. Но проблема еще и в том, что, конечно же, вот та традиция семейного чтения, которая была всегда во всех странах, не только в России, она, конечно, вот благодаря опять-таки этим проблемам стала уходить куда-то в сторону, эта традиция. Сегодня мне кажется, что одна из задач тоже и уроков литературы – выпускать детей, то есть уже выпускников, подростков, юношей, девушек, с осознанием того, что читать это интересно, читать это прекрасно, читать это необходимо для того, чтобы, как мы идем в музей, смотрим картины, или, так или иначе, слушаем музыку. И чтение – это тоже акт эстетический, а не только этический или информационный. Ну а может быть упростить предмет литературы? А что? Вот таких книжек в изобилии, опять-таки дети у нас перегружены, и читать у них времени нет. Может быть, пойти по этому пути? Нет. Не надо его упрощать и усложнять не надо, поскольку вот в 90-е годы, когда были сняты идеологические давления, когда была снята цезора, уроки литературы в школе вошли в свое золотое пространство, когда учитель на уроках литературы мог обсуждать любые самые сложные проблемы, обсуждать самые сложные произведения, не было никаких запретов над тех или иных поэтов, а поэзия в школе имеет огромное значение именно при изучении литературы. И в этих условиях, конечно, литература могла развиваться очень на здоровых основаниях. Но потом пошло это реформирование, которое привело к тому, что привело. Ольга Станиславовна, а ваши дети, они читают в кратком изложении? Я, как увидела у вас эту книгу, сразу вспомнила, что давно у меня на уроках ее нет. Где-то лет пять назад ее активно пользовались, пока все, которые не появлялись на партах, не оказывались в мусорных корзинах. Они это быстренько поняли, больше не приносят. Но вообще мое мнение, что это, конечно, преступление против молодого поколения, я по-другому просто не могу сказать. Самое настоящее преступление. Ну давайте тогда перейдем к учебнику по литературе. Насколько он читабелен, особенно в старших классах? Существует мнение, что он скорее читается по обязанности детьми. А понятно, что то, что читается по обязанности, очень быстро забывается. Учебник – это наше больное место, потому что я вам скажу, что не знаю я тех учебников, которые читались бы с интересом, которые были бы написаны доступным детям языком, без бесконечных фактов, дат, произведений, которые они еще не читали. Почему-то считается, что если ребенку назвать 10 произведений, о которых он не слышал, он этому научится. Учебник, в котором есть фактические ошибки. Вот такое ощущение, что все-таки мы, если говорить таким языком образом, мы в окопах, но кто-то в тылу. Хотелось бы, чтобы те, кто пишет учебники, они об этом тоже знали, потому что поддержки нет. Учебник, по крайней мере, те, которые я знаю, они способны от литературы только отвадить. Ну а какие цели преследуют авторы учебника? Они преследуют цель, чтобы дети разбирались в произведениях, или же чтобы они отличали анапис, а там фибрахия, литературоведческие движения, течения? Есть и эта цель, она обычно содержится в приложениях, в таких литературоведческих словарях, которые присутствуют в каждом учебнике. Но, вы понимаете, может быть, цель-то у них благая, но то, какая цель воплощается в жизнь, это интереса к литературе и любви не пробудит никогда. То есть некоторые учебники просто нельзя читать, если вы хотите, чтобы дети еще взяли книгу в руки. Сергей Федорович? Да, тут проблемы, у проблемы есть две стороны. В нынешнее время, конечно, учебники, во многом выпуск учебников тоже превратился во многом в бизнес. Там есть свои, так сказать, какие-то линейки, свои, так сказать, транши, свои заказы и так далее, и тому подобное. И среди них иногда в госзаказ попадают не лучшие учебники, а те остаются на уровне каких-то рекомендованных пособий. С другой стороны, на мой взгляд, вообще преподавание литературы и учебник – это две вещи не очень совместимые. Как в школе, так и в вузе, мне кажется, при преподавании литературы все-таки главное лицо – это не учебник, а учитель. Такой тамбур-мажор, такой руководитель, который управляет кругом чтения детей и объясняет, что нужно прочесть по этой теме такую-то статью, по этой теме нужно посмотреть в такой-то словарь и так далее, и тому подобное. Это работа учителя, и очень непростая, поскольку обновляется информация, меняются какие-то приоритеты, происходят литературовические открытия, появляются блистательные работы. И здесь учителю, конечно, нужно много работать. Это, кстати, тоже очень большая проблема. Мы говорим много о проблеме образования, а мы меньше говорим о том, кто образовывает. У нас много учителей, которые получили образование 30-40 лет назад, и только единицы, может быть, или десятки из них занимаются самообразованием всерьез. Многие просто живут на уровне своих студенческих конспектов. Это тоже проблема. И еще есть одна проблема. Проблема постсоветского литературоведения. Все-таки советская литературоведение, насквозь социологизированная, особенно история литературы, она по-прежнему тяжелой... Эта история литературы по-прежнему тяжелой тенью лежит и на школьном учебнике. Поэтому я противник, принципиальный противник учебника литературы. Я сторонник того, чтобы учитель рассказывал детям о словарях литературоведческих, сторонник хороших писательских биографий, поскольку хорошая писательская биография может дать больше, чем... Ну, конечно, она может читаться как книга. Конечно. Она всегда вводит в эпоху, как правило. И их, может быть, таких книг не так много, но их, в общем, много и не нужно. Но, в конце концов, большая книга Быкова-Пастернаки, если ее прочтут школьники в выпускном классе, она даст больше, чем много таких советских учебников, скажем, или постсоветских. То есть дело, Сергей Федорович, что в наших учебниках нет хороших биографий. Да, это беда. Это настолько скучно, настолько недоступно детям. И поэтому, вы знаете, я так думаю, что учебник нужен в средней школе, потому что он хрестоматия. Но в старших классах, начиная с 10 класса, уже он хрестоматия не является. Там только статьи об авторах и о произведениях. Вот здесь он действительно не нужен. Мы, конечно, берем, мы, конечно, детям раздаем, но мы его практически не открываем. Раз уж мы говорим об учебниках, как вы относитесь к идее создания единого учебника по литературе? Ну, отчасти мой, во всяком случае, ответ был в предыдущем ответе. Я противник учебников по литературе, как таковых. Я сторонник пособий, таких направляющих пособий, где есть свод каких-то рекомендованных текстов, произведений с аннотациями. Естественно, литературоведческий словарь. Есть хронологическая канва, такая выверенная по истории литературы. Причем, соотносимая с исторической шкалой, с географической, может быть, даже. Это было бы полезно. И тогда ученик, имея эту справочную книгу, он, скорее всего, ее возьмет с собой в дальнейшую жизнь. И будет ей руководствоваться уже за пределами школы. Я ничего плохого не вижу в едином учебнике, если, опять же, это будет хороший, интересный учебник. Он не будет хорошего. Нет, есть у нас и хорошие учебники. Я могла бы назвать, если это было бы нужно, те, которые, все-таки, я считаю, достойными. Поэтому я не против, я не вижу криминала. И, мне кажется, это вполне осуществимо. Но, опять же, кто напишет, и как это будет выглядеть в результате. Ну, вот в нашем обществе обсуждается еще одна, фактически, крамольная тема. Зачем вообще нужна классика в школе? Зачем это детям? Потому что меняется время, меняется язык. И некоторые произведения написаны настолько сложным языком, что дети уже это не понимают. Я даже вчера, готовясь к программе, пыталась найти какой-то пример и поняла, что даже далеко ходить не надо. Я сейчас вам зачитаю строчки из Евгения Онегина. Я не желал с таким мучением лапзать устам лады хормит, Или розы пламенных ланит, Или перси полные томлением. Вот я понимаю, что хотят сказать Пушкин, Но я боюсь, что современным детям нам нужен переводчик для этого. Вы абсолютно правы. Мы когда-то делали проект с моими детьми, И мы выяснили, что 40% слов, которые потребляет Пушкин, детям непонятны. Но мне все-таки кажется, что Пушкин не самое страшное. Понять можно. И есть масса сносок. И сносок, да и, в общем, все-таки язык у него не так страшен, как, может быть, это сейчас выглядит. Но мне кажется, что, в общем, надо ограничить 18 век. Может быть, это страшные слова, я говорю. Да, он так ограничен. Но 18 век все-таки, это уже слишком далеко от нас. Это и непонятно, и сложно, и, ну, я бы сказала, даже неинтересно. Но с 19 я вам не могу отдать. Классика должна быть в школе. Нет, я не согласен. Я думаю, что вот есть в русском языке и вообще в лингвистике такие лингвистические задачи. Когда вот берется тоже текст на неизвестном языке, и начинается его разгадывание с помощью тех знаний, которые есть там у ученика или у студента. И это превращается в очень увлекательное дело. И в данном случае тоже, когда мы берем даже стихи 18 века, там ведь тоже есть замечательность. Мы же не даем им все, так сказать. Мы выбираем какие-то отдельные произведения. Что-то из Ломоносова, что-то из Сумарокова, что-то из Державина. И даже у Кантемира можно найти там небольшие фрагменты, которые нужны для того, чтобы даже представить, что такое силабика, что такое силабическое стихозложение в русском языке. То есть учитель, по-моему, живет, во всяком случае, когда я был учителем, вузовским я был преподавателем долго, школьным не очень долго, но тем не менее, я всегда знал одно. Я должен действовать как по суворовскому принципу, заманивай. Нужно войти и заманить школьников чем-то. А заманить их нашими языковыми богатствами достаточно просто. Сергей Федорович, я с вами тоже не согласна. Заманить 18 веком нельзя. Можно. А учитывая то, что вы в самом начале сказали, что цель литературы научить ребенка познать самого себя, то как силабика, которую вы на примере Кантемира покажете, поможет познать ему самого себя? Я ему показываю и показываю. Дело в том, что... Можешь только отвратить от литературы. Нет. 18 век. Если, понимаете, тут еще есть проблемы просто в построении курса. Вот история литературы. Допустим, нынешний 9-й, прежний 8-й класс, когда изучается история литературы от слова от полку Игоря. Потом 18 век и вплоть до... Ну, раньше был Герцен, сейчас это «Мертвые души». То есть начинает изучать историю русской литературы с самого проблемного произведения русской литературы. Поскольку только недавно академик Залезняк, наконец, вроде бы доказал, что слово полку Игореве написано тогда, когда оно написано. То есть в 12-м, там, начало 13-го века. Ну, что-то вот так. До этого это была огромная лингвистическая, литературоведческая и даже идеологическая проблема. И вдруг детям дают это произведение, и они начинают его изучать. Но если детям принести из древнерусской литературы «Киево-Печерский Патерик», «Жития святых», «Как жили монахи», то есть там в этих житиях описывается быт монахов. Всю книгу брать не надо, но дети должны знать, что она есть. И выбрать там 3-4, ну, можно сказать, новеллы даже из этой книги, то дети сразу поймут и многое из истории, из истории религии, то, о чем у нас все пытаются там внести, ввести что-то. Это можно изучать через литературу. И, конечно, вот те, поскольку монах-то он там и находится, в этой лавре, для того, чтобы познавать себя и мир, и Бога, вот это тоже. Но вы как раз коснулись истории, и я знаю, что не первый год учителя пытаются привлечь внимание к той проблеме, что предметы истории и литературы, они, в принципе, схожи. Но почему-то в школьной программе они идут совершенно полярно. И получается, что учитель литературы должен какую-то часть времени своего урока потратить на то, чтобы провести такой некий экскурс в историю. Может быть, все-таки стоит рассмотреть и эту проблему? У литературы, конечно, и у истории немножко разные задачи, так сказать, при изучении. Но я думаю, что здесь у нас это разведение произошло потому еще, что все-таки в советское время история изучалась именно как не история человечества, история развития интеллектуальных основ человечества, религиозных основ и так далее, и тому подобное, а как борьба классов, как построение некого, так сказать, райского общества на земле, что само по себе нонсенс. И вот отсюда, конечно, вот эти задачи, узконаправленные идеологические задачи истории, они были разведены с более-менее этико-эстетическими задачами литературы в школе. У меня был опыт урока, и я сейчас два слова скажу, потому что, опять же, я не могу согласиться вот с этим мнением, что литература и история близки, и изучать их нужно как-то совместно. И опять же, не соглашусь с Сергеем Федоровичем, который говорит, что задачи немножко разные. Вы знаете, мы провели урок «Война 1812 года» в поэзии и в исторических документах. И в результате мы пришли к выводу, что это абсолютно разные взгляды, что абсолютно разные вещи интересуют историка и поэта. И средства, которыми история познает мир как наука и литература как искусство, они все-таки разные. Здесь, может быть, с философией как-то литература близка, потому что отвечает на те же вопросы, и это тоже является средством познания жизни, но не с историей. То есть какие-то уроки, вы знаете, можно проводить, мы их называем интегрированные, если, например, в одном и том же классе совпадают темы. Вот, может быть, у него по литературе действительно стихи Пушкина о декабристах, а по истории в это время он изучает этот период. Наверное, можно, но совмещать литературу с историей, ну, ни в коем случае нельзя. Это разные вещи. Естественно, потому что если... Вот писатель очень мощная фигура, как правило, особенно гениальный писатель. Вот войну и мир мы делаем источником по войне 12-го года. Там даже есть схема, нарисованная толстым. Но когда начинают на это смотреть историки, у них, конечно, есть вопросы. В том числе и по фигурам. По тому же Ростопчину, который изображен не очень приглядно, и по Верещагину, и так далее, и тому подобное. Но задача Толстого была, опять-таки, писать, не иллюстрировать войну 12-го года, не собирать источники, а выразить свое мнение. Субъективно. Субъективно, тем более, что он в это время был увлечен Шопенгауэром. А у нас об этом мало говорят, поскольку Шопенгауэр вообще в советское время была закрытая фигура. И, значит, соответственно, идеи Шопенгауэра, идеи исторического пессимизма, они тоже там как-то отражены. Или тот же Горький, вот, допустим, он пишет там свои сочинения, включая мать. Но мы должны тогда учитывать то, что есть и нитшанские, так сказать, подходы Горького, которые никакого отношения к большевизму не имеют, и, соответственно, к книге мать, как ее воспринимал Владимир Ильич Ленин. То есть, история одно, литература другое. Но они идут, как-то так получилось, рядом, вместе. И, я повторяю, есть проблема большая для читателя, поскольку часто вот литература, она начинает подавлять историческое знание. Скажите, а как вы считаете, отмена сочинения в школе, она все-таки негативно или позитивно сказалась на предмете? Почему? Нельзя, так сказать, лечить лысину с помощью отрубания головы. Дело в том, что сочинение – это проверка овладения письменной речью. И когда отменяется общеобязательный экзамен, письменный экзамен по литературе, это значит, мы разрушаем всю линейку подготовки к этому экзамену. Но отмена, это, конечно, отмена в рамках ли ЕГЭ или чего-то, как обязательный экзамен, это катастрофа. Ольга Станиславовна. Да, я тоже согласна, что экзамен должен быть по литературе, но, возможно, действительно в другой форме. Какой? Есть такой один способ, и он отражен в нашей литературе, у наших очень известных педагогов и писателей, что на экзамене ребенку нужно дать небольшое произведение, которое до этого в школьной программе он не проходил, и предложить ему анализ этого произведения, предложить ему написать сочинение по этому произведению. Вот тем самым проверится все, в общем, что он умеет, чему его научили. Ну вот хотя бы такой вариант. Просто, понимаете, так как экзамен отменен, а нам предложено ЕГЭ, но нет возможности попробовать. То есть вот я только теоретически могу это изложить, а вот что это будет на практике, сложно представить. Но, по крайней мере, это, понимаете, экзамен в той форме, в какой он был, это все замечательно. И что была литература, и что дети писали сочинения, но ведь списывали, вы понимаете, что... С чем мы сталкивались? С частою, да. Списывали, да. Иногда в одном классе одинаковые сочинения на один класс. Да, списывали, поэтому что-то надо делать, и вот если дать незнакомый текст, то, может быть, вот это все-таки одна из таких бед уйдет. Это были фарсовые ситуации, когда сводились, допустим, в пределах Москвы сочинения из разных округов, и на одном столе лежали два одинаковых сочинения, скажем, из северо-восточного и там, не знаю, юго-восточного округов. У учителей даже появился термин «крылья бабочки», Иванов Петров «крылья бабочки». Да, да. Но вот Ольга Станиславовна совершенно справедливо говорит, эта форма, она эффективна, на мой взгляд, поскольку можно давать анализ стихотворения, анализ рассказа, и проверять, как ученик понимает текст. Ведь мы-то учим вот в течение 10 лет школьника выражать свои мысли устно и письменно. И в данном случае, вот как раз, если он умеет прочитать незнакомый текст и выразить свое к нему отношение с помощью той терминологии, тех инструментариев, которые мы ему давали в течение этого времени, это то, что мы и хотим добиться. Ведь мы выпускаем не филологов, мы выпускаем не лингвистов, мы выпускаем людей, которые идут во все сферы жизни и там должны понимать свои профессиональные тексты. А ЕГЭ совсем не дает такой возможности? Нет, ЕГЭ дает в заданиях части С, где предполагается написание сочинений или ответа на вопрос. Да, но там, где идут вопросы части Б, если вы знаете, что А отменено, а А это выбор из четырех вариантов, есть только Б, где-то просто должен однозначно ответить на вопрос. Это тоже ни в коей степени не показывает знание и понимание ребенком литературы. Тем более, что у нас вот у филологов, словесников и школьных, так сказать, есть такой аттракцион. Берется ЕГЭ, задание ЕГЭ и начинается подбор к нему ответов вне тех, которые считаются правильными. Потому что литература, как и музыка, это тонкие какие-то вещи, какие-то нюансы. Вот есть в русском языке, вот в институте русского языка некоторые есть горячие головы, которые считают, что в русском языке 32 буквы. А буква Ё это такая факультативная буква. Но извините, вот эти две точечки, которые стоят над буквой Ё, это вот те гвоздики в подкове, о которых говорится в стихотворении Маршака. Не было гвоздя, подкова пропала, подкова пропала, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, гвардия разбита, армия бежит. Враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот когда выдирается вот это вот, я привожу такой, может быть, экстравагантный пример, но на самом деле нет. Когда выдирается вот эта буква Ё и Е смешивается, ребенок начинает читать, он получает первый текст. Там написано, а Лена пошла, ну я не знаю там, и увидела ежика, понимаете? Под елкой. Под елкой, совершенно верно. Он начинает понимать, что в русском языке, в данном случае, в русском языке, есть какие-то условности, которые условны. Ими можно пренебречь, есть какие-то правила. А на самом-то деле, допустим, тоже вот одиозный такой пример, когда я слышу, наши священнослужители иногда ведут службы на церковно-славянском языке, употребляя букву Ё, там буквы Ё нет в принципе, понимаете? Там нет сестры, там есть сестры и так далее и тому подобное. Они это употребляют. Это они делают не потому, что их, так сказать, они хотят добраться до прихожан, а потому что их просто не научили этому. Поэтому я и настаиваю на том, что все-таки русский язык и литература – это очень точная вещь во многих значениях и прежде всего с точки зрения нашего понимания самих себя и мира. Вот если еще говорить об этом экзамене, когда дети получают незнакомый текст, тут есть возможность сделать, ну, сейчас говорят, разноуровневый, да? То есть все-таки у нас дети с разной подготовкой, с разными знаниями, с разным интересом, поэтому можно предложить несколько вариантов. Сложнее и легче. Сложнее и проще, да. Сложнее и легче. Главное, должен быть обязательный экзамен для всех. У нас есть одна очень хорошая учительница в нашем активе. И она пришла через 2-3 года после введения ЕГЭ, начало введения, и она стала каяться. Она говорит, я чувствую, что это меня развращает, потому что раньше я знал, что там впереди сочинение, и я школьникам в течение там ряда лет давала какие-то письменные задания. А сейчас я понимаю, что их можно не давать, поскольку там впереди нет ничего. Тренировать их не к чему. Сегодня экзамен по литературе – это экзамен по выбору выпускника. Результаты единого госэкзамена по литературе учитываются при приеме абитуриентов на филологические, лингвистические, театрально-художественные, искусствоведческие и некоторые другие специальности вузов. Поэтому, выполняя задания ЕГЭ по литературе, необходимо показать высокий уровень знаний и умений. Экзаменационная работа состоит из трех частей, выполнение которых требует владения такими видами деятельности, как осознанное чтение художественных произведений разных жанров, различные виды пересказа, определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру, анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения, определение мотивов, поступков героев и сущностей конфликта, письменные интерпретации художественного произведения, появление языковых средств художественной образности, написание развернутых ответов, в том числе в жанре сочинения на основе литературных произведений. Согласно статистике, лишь около 5% выпускников школ сегодня выбирают этот экзамен, учитывая его повышенную сложность и объем необходимых знаний. Скажите, будет ли пересмотрена в ближайшее время программа по литературе? Может быть, пришла пора что-то убрать, что-то добавить? Наверное, надо останавливаться. Нет, надо кое-что убирать. Что, Ольга Станиславовна, ваше мнение? Ну, вот опять, вы знаете, хочется сказать о восьмом классе, это моя больная тема. Ну, вот скажите, пожалуйста, восьмиклассник, да, это ребенок где-то 13-14 лет. Ну, вот идут по одной из программ, у нас же много программ, вот по одной из программ идут подряд рассказы, например, Чехов о любви. О любви главного героя к замужней женщине, как это тяжело, как это трудно, как эта любовь не сбылась. Открываем следующий рассказ, Иван Бунин, Кавказ, о том, как женщина бежит с любовником на Кавказ, в результате муж ее стреляется. Ну, у меня, я, конечно, не могу ничего сделать, но у меня вот, я не знаю, волосы дыбом или как это сказать. Зачем это нужно 13-летнему ребенку? Нет, им это нужно, но на других произведениях. 13-летнему ребенку не нужно это. Ну, вот, готовясь к программе, я узнала, что, оказывается, был составлен список потенциально опасных произведений, которые есть в школьной программе. И туда почему-то попал Островский с грозой, отцы дети Тургенева. Вот у меня тоже это вызвало очень большой вопрос. Что такого опасного в этих произведениях? Вы знаете, я думаю, что можно найти опасное в любом произведении, включая курочку, рябу, колобка и так далее и тому подобное. Это вот те люди, которые не занимаются надлежащими делами, которые им вменяются по государственным росписям, а лезут туда, куда их никто не зовет. Ну, понимаете, действительно, любое произведение мировой литературы, русской в том числе, и любого времени, не говоря о современном и классическом. Ну, Пушкин Руслана Людмила, ведь когда он напечатал Руслана Людмилу, он был подвергнут астракизму. И именно потому, что это с точки зрения этикета, литературного этикета того времени, это было очень грубое произведение такое, ёрническое, оно не вписывалось в те литературные традиции, которые тогда утверждались. Но когда вот начинаются эти наезды на классику, применительно, особенно к школьному образованию, мне кажется, что это опять-таки попытка отвлечь людей, общество, от самих себя, от проблем, которые реально стоят перед обществом. Почему вдруг, когда у нашего общества проблем выше крыши, у нашего государства, между прочим, вдруг Дума начинает заниматься вот такими, отчасти Дума, отчасти другие инстанции, дирижирующие, начинают заниматься такими частными проблемами. Тем более, непрофессионально занимаются. Я не знаю. Мне вообще кажется, что я не представляю, как можно здравому умеет твердой памяти отказаться от своих детей. Они вообще читали это? Я могу еще понять, может быть, гроза, но не потому, что она опасна, а потому, что она может быть не так актуальна. Может быть, в школе можно и беспреданницу. Это для нашей времени более важно и интересно, но опасности – это несерьезно. Это, я не знаю, пиар или кто это, или что это. Несколько лет назад уже пытались модернизировать программу, насколько я знаю, и в девятый класс добавили энное количество авторов из одиннадцатого, чего раньше не было. И, насколько я знаю, это, скорее всего, будет к вам вопрос, Ольга Станиславовна. Учителя вообще перестали что-либо успевать. Почему добавили? Вы знаете, это было в то время, когда было отменено обязательно 11-летнее образование. И речь шла о том, что вот ребенок закончил 9 классов, пусть он получит хоть какое-то представление о дальнейшей литературе, если он ушел из 9 класса и больше этим не занимается. И не читает. Но так как сейчас принят другой закон, и 11-летнее образование обязательно, то все это уже абсолютно не имеет смысла. И настоящие учителя, те, которые свой предмет любят и понимают, чему они учат, они заканчивают мертвыми душами. А все это остается для 10-го, для 11-го класса. Но и опять же, насколько я знаю, закона нет. А вот есть и какие-то личные намерения, пожелания авторов программы, авторов учебников. Но закона изучать в 9-м классе часть той литературы, которая должна быть в 10-м и в 11-м, его нет. Это называется концентрическая программа. А мы сейчас работаем по линейной программе. Это значит, начиная, как сказал Сергей Федорович, со слова о полку Игореве и заканчивая к концу 20-го века. Уж кому что получится, кто что успеет. Да, это, конечно, так оно и есть. Но, понимаете, тут все-таки мы должны всегда исходить из, что мы изучаем, произведение как таковое или комплекс каких-то идей, которые несет литература. И вот здесь, конечно, есть возможности для выбора. И опять-таки, вот когда создаются эти рекомендательные списки, вот сейчас мы знали в прошлом году то, что с этим творилось. То это, конечно, на самом деле, это традиция литературы, которая была всегда. Эти списки получали всегда на лето, получали при выходе из школы, знали, что что-то недочитано и так далее и тому подобное. Одна из главных проблем литературы, даже не в этом, а в том, что вот когда я заканчивал школу, в золотое время, это было, правда, очень давно, там в выпускном классе, в 10-м классе у нас было 5 уроков литературы и 6-й урок был коррекционный русский. Это был рай. Хотя тогда литература была, конечно, стеснена очень сильно советскими рамками. Но благодаря этому, опять-таки, учителю, к счастью, здравствуйте, моя учительница Ирине Николаевне Киреевой, которая окончила Ленинградский университет Филфак, она нам давала и мастера и Маргариту, по журналу Москва еще. Она нам рассказывала и о новом мире 60-х годов, как раз его тогда закрыли только что, в новом мире Твардовского. Мы слышали о Солженице немножко, правда, тут было немножко, но тем не менее. Вот это, опять-таки, значение учителя и тех часов, которые учителя есть в распоряжении. Ну вот практически мнение однозначное, как вы видите, произведения, помню, уроки нет. Наверное, тогда проблема в уроках. Как сделать урок литературы более интересным для ребенка? Все упирается в личность учителя. Это учитель, он должен любить свое дело, он должен его знать. Ему должны быть интересны дети, ему должно быть интересно с детьми. Я другого ответа не знаю. Должно быть интересно учителю. Он должен знать, что ему будет интересно на этом уроке. А если он идет просто заталкивать в голову какие-то мертвые знания, информацию, то, естественно, так они и полюбят эту литературу. А что-то новое появилось на уроке литературы? Или же до сих пор учебник, тетрадь, книга, ручка? Конечно, информационные технологии, они идут с нами рядом. Как они используются сейчас? Активно используются, например, презентации, которые некоторые учителя, даже не некоторые, очень многие готовят к своим урокам. Тем самым, конечно, урок становится информационно насыщеннее и красочнее. Выбран привычный детям все-таки путь. Они с компьютером на «ты», поэтому для них это более как-то и знакомо, и родным уже кажется. Конечно, включаем и фрагменты, если это нужно, фрагменты фильмов на уроке, созданных по каким-то художественным произведениям. Мы слушаем чтение образцовое. Но все-таки основной путь работы на уроке – это путь со словом, с книгой. Это вслед за авторской мыслью. Все-таки это работа, конечно, с самим произведением. Наше время в эфире подходит к концу. И подытоживая разговор, давайте все-таки дадим ответ на главный вопрос нашей сегодняшней беседы. Есть ли будущее у урока литературы в школе? – Без будущего урока в литературе в российской школе у России будущего нет. – Ольга Станитовна. – Я отвечу, опять приведу пример. Когда-то лет пять назад мы были в Финляндии, знакомились с работой финских школ. И когда мы прослушали те предметы, которые будут дети изучать в старших классах, то у нас у учителей было недоумение на лицах, потому что мы не услышали предмет литературы. Как это так? В старших классах ее нет. Нам спокойно объяснили, это у вас, у русских, есть литература, а у нас ее нет. Вот у нас, у русских, есть литература. Поэтому отказаться от того, что у нас еще есть, и то, что является предметом и нашей гордости, и всемирно признанным, я просто не представляю. – Это было бы преступление. – Это опять преступление. Да, это самое настоящее преступление. – И глупость. Ну, а так глупость – это больше, чем преступление. – Я благодарю вас за интересную беседу. Есть мнение, что литература – это единственный предмет, который делает человека человеком. Именно она, а не история, где расставлено очень много ловушек, способных завести не туда, куда надо. И завершить сегодняшнюю программу хочется четверостишием Константина Бальмонта. Жизнь коротка и быстротечна, и лишь литература вечна. Поэзия душа и вдохновенье. Для сердца сладкое томление. Это была программа «Школа». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова